Сегодня мы с вами поговорим о том, можно ли спать на спине во время беременности. Как я уже сказала, меньше крови, насыщенной кислородом, заступает ко всем органам и тканям мамы, и в том числе к малышу. То есть это может повлечь за собой гипоксию. То есть в организм вшиты защитные механизмы, которые защищают нас от осложнений. Всем привет! Меня зовут Нина Пипя, вы на канале онлайн-школы Легкие Роды. И сегодня мы с вами поговорим о том, можно ли спать на спине во время беременности. В первую очередь хочется сказать, что да, можно. В первом и втором триместре вы ничем не угрожаете ни себе, ни своему ребенку, если будете спать на спине, на правом боку, на левом боку, как вам угодно. Что же происходит дальше? В третьем триместре, когда матка уже достигает довольно больших размеров, ребеночек уже более двух килограммов, водичка, плацента, все это довольно большая масса. И в положении на спине вся эта большая масса давит на сосуды, которые проходят вдоль позвоночного канала и передавливают нижнюю полую вену. И это называется так называемый синдром нижней полой вены. Что же происходит? Из-за того, что матка всей своей массой передавливает этот сосуд, нарушается отток от нижней части туловища и поступает меньше крови к сердцу, тем самым меньше оксигенированной и насыщенной кислородом крови поступает ко всем органам. Это вызывает некоторые нарушения, которые девочки описывают как учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, может появиться некоторая тревожность в этот момент. И в абсолютном большинстве случаев, еще до возникновения всех этих симптомов, все девочки отмечают, что в принципе появляется сразу желание повернуться на другой бок. То есть в организм вшиты защитные механизмы, которые защищают нас от осложнений. То есть как только вы легли и заняли не то положение, ваш организм вам подсказывает, что стоп, вам так лежать нельзя. Поэтому если вы ощущаете все вышеперечисленное или что-либо из этого, то в вашем конкретном случае лежать на спине нельзя. На самом деле это осложнение встречается далеко не у всех. Оно выражено очень у малого количества девочек беременных. Поэтому если в вашем конкретном случае вы можете лежать на спине абсолютно безопасно и вам комфортно, вы не ощущаете ничего из вышеперечисленного, некоторое время лежать на спине можно. То есть недлительное, конечно, часами находиться на спине все равно не стоит, потому что, еще раз говорю, в третьем триместре матка довольно крупных размеров и длительное положение на спине неблагоприятно. То есть можно такое полулежачее положение занять, и это будет более благоприятно. У тех же девочек, у которых возникают вышеописанные симптомы, не рекомендуется лежать на спине вообще, совсем. То есть даже во время проведения кратковременного ультразвукового исследования нужно чередовать положение лежа на спине и переворачиваться на бок, как только вам становится нехорошо. Что же происходит с малышом, когда пережимается нижняя полая вена? Естественно, если мамочка чувствует себя нехорошо, то есть есть явление тахикардии, то есть ученого сердцебиения, паники, нехватки воздуха, то на ребенка это тоже влияет. Поэтому лежать на спине, если у вас есть любые из вышеперечисленных симптомов, не рекомендуется. Как я уже сказала, меньше крови, насыщенной кислородом, заступает ко всем органам и тканям мамы, и в том числе к малышу. То есть это может повлечь за собой гипоксию. Остается вопрос, какие же позы более оптимальны во время беременности. Еще раз остановлюсь на том, что в первом триместре вы можете спать абсолютно в любой позе, даже на животе до того момента, пока вам комфортно и нет выраженного животика. Чем больше становятся размеры матки, более предпочтительны позы на боку. Конечно, бывает такое, что слишком долго лежать на боку неудобно, поэтому изобрели специальные подушки для беременных, которые немножечко расширяют спектр поз и облегчают положение на боку. Поэтому подумайте, может быть, вам стоит задуматься о приобретении такой подушечки. Довольно частый запрос от девочек на приемах – это бессонница, особенно на поздних сроках беременности. Да, это действительно довольно часто встречающаяся проблема, и с ней довольно просто справиться абсолютно без всяких медицинских и метикаментозных вмешательств. Для этого достаточно освоить техники релаксации, расслабления, медитации, которые помогут вам максимально научиться расслабляться и успокаивать себя. Все эти техники подробно разобраны в нашей онлайн-школе «Легкие роды». Переходите по ссылке в описании и осваивайте их, и они помогут вам во время беременности и предстоящих родов. С вами была Нина Пепе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно было вам полезным, поставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал «Онлайн-школы «Легкие роды». Канал не только о том, как рожать легко, но и о том, как быть счастливой мамой.